У нас сегодня Кемерово, вторник, четвертое, да, июня, июля 23-го года, и вот у нас какая температура 24 градуса, ну, в тенечке, в обычном, на солнце 27, ну, это на солнце припекаемые, небольшенький ветерочек, небольшенькие облачка, в общем, у нас классная погода, и вообще у нас, ну, почти что классная жизнь, не считая того, что евро под сотню, люди вот, а что она в ветровке, в принципе, тепло, в маечке, там, в чем-нибудь, вон, в такой, в легкой, ну, утречком было слегка прохладненько, но в рубашке нормально, в общем, наконец-то, иногда идут дождики, а иногда и не совсем маленькие были дождики, поэтому у нас все растет, все цветет, можно сказать, запахи леса, у нас классное лето, что не очень хорошо, это, опять-таки, повторюсь, евро с долларом растут под сотню, вон, поэтому бензин подорожал опять, 46, сколько, 65, или что-то уже, ну, короче, до черта же выросло больше, чем на 2 рубля где-то, бензин подорожал, потому что доллар растет, а нефть падает, это вот такая у нас закономерность, когда нефть растет, у нас бензин не растет, только когда доллар, вот, цены, соответственно, все вырастут, вон, сегодня пишут, что на 20% ожидается рост цен на машины, по крайней мере, ну, на все, значит, остальное тоже вырастет, вот, ну, и, а куда деваться, везде растет, ну, а в остальном все у нас тихо, мирно, спокойно, вот, и, собственно, и сказать нечего, и такая стабильная, собственно говоря, и радует, вон, лошадка, тренирует, потому что, красивая лошадка, молодец, или лошадь, или конь, в смысле, ну, неважно, потому что посмотришь, чего новости, чего в мире делаются, вообще какой-то кошмар в мире происходит, куда мир катится, вообще, не понять, например, во Франции, вон, всякие, что там, вообще, волнения, ну, наш мятеж какой-то был, непонятно, что это был за мятеж, тем более, вон, в Кемерово, и, кроме нескольких, там, городов, и не коснулся, а до нас в Сибири мы уже, по факту, можно сказать, узнали, хорошая лошадка, вот, а во Франции, что творится там, вообще, какие-то погромы, люди, вообще, там, спятили, что называется, как будто. Беспорядки быстро охватывают весь город, радикалы строят баррикады, атакуют полицейских. Вечеру хаос перекидывается на другие пригороды Парижа, Анир-Сюрен, Мант-Лажали, Булонь-Бианкур, горят баррикады, машины, мусорные баки, а в силовиков летят фейерверки. Ну, ладно, там, убили подростка, ну, идиоты какие-то, ну, тоже, маразм, короче говоря. Ну, а последствия этого, что громят магазин, магазин, да, причем, полицейские убили, а зачем магазины ломать и там, сжечь? Ну, ладно, магазины, может, там, как-то причастные, не знаю, там, еврейские погромы тоже были ни с того, ни с сего и ни к чему. Ну, ладно, общественный транспорт, зачем автобусы сожгли, показывают. Еще какой-то там чушь какой происходит. Вот у нас такого, а, и, например, еще Такер Карсон, который показал ролик вот такой. Марк Милли и Ричард Левин. Милли сейчас председатель объединенного комитета начальников штабов. Левин, конечно, самый известный в нашей стране адмирал. Позже оба совершили переход в женщин среднего возраста с лишним весом. Оба стали чиновниками высокого уровня в администрации Байден. Здравствуйте, меня зовут адмирал Рэйчел Левин, и я имею честь быть помощником министра здравоохранения в Министерстве здравоохранения и социальных служб США. Вот толстый парень в костюме для Хэллоуина, который как-то стал чиновником здравоохранения. Немалое достижение. Не так давно этот человек был женатым педиатром, читающим лекции о пищевых расстройствах в Пенсильванском университете. Теперь он первопроходец, женщина-адмирал с медалями на груди. И все это без единой победы в морском сражении. И он даже не женщина. Очень вдохновляет. Это живое доказательство того, что в нашей стране вы можете быть кем захотите. Если Рик Левин может стать адмиралом Рэйчел, почему вы не можете стать Наполеоном? Или лордом Маунтбеттеном, последним вице-королем Индии? Видели мундир этого парня? Семь миллионов лет люди верили во что-то, основанное на доказательстве. Около 2015-го они начали верить в радикально противоположное. Правы ли они? Похоже, мы скоро узнаем. Тоже какой-то вообще непонятный кружасик, что называется. Мужик стал бабой. Ну, извиняюсь за некультурщину, конечно. Но по-другому как-то и не назвать. Вообще, вопреки всяким моим и так далее, расхождением об устоях каких-то. И адмиралом в Америке. Да как это? Где причина, где следствие? Из-за того, что он стал бабой, он стал адмиралом? Или наоборот? Или как? Я не понял. Но факт есть факт. Кто американской армией командует? Ну, понятно, он не командует, но прецедент, что называется. Ужас какой-то. Всякие транс чего-то адмиралами, командующими. Да вообще, блин, куда прикатились. И как они собрались с нами воевать? Американцы. Чисто руками украинцев. До последнего украинцев. Ну, естественно, сами-то они вот такие вот. Чего они навоюют? Ужас какой-то. Не, ну, для России это, конечно, в чем-то и хорошо. Но просто если подумать, абстрагироваться от всего этого. И подумать просто как бы непредвзято со стороны. Вообще какой-то кошмар происходит. А у нас в России такого, я вот тут задумался, наверное, в принципе быть не может. Чтобы, ну, переделался ты, поменял. Какого тебе адмирала? Тебе, блин, не знаю, что будет. У нас устои какие-то все-таки другие в России, у народа. Это раз. А во-вторых, вот, который там погром и все. Они же на... Это только толчок было, что убийство подростка. Это было, ну, поводом, причиной, толчком, блин, как сказать. А сами противоречия-то не в этом. Это просто нарыв вскрылся. Почему пошли громить там магазины, автобусы? Это же не из-за подростка явно. Вот. Это противоречие социальное. Потому что там народов, там, вот, арабов, кого там, чернокожих, там, и так далее, намешано, там, во Франции, там, чертичо. Неразумная социальная политика, скажем так. Ну, неадекватная. Вот. Он еще лошадка. У нас в России такого нет. У нас, да, у нас же тоже, у нас еще больше народностей. Но они как-то мы... Может, потому что изначально все даже, вон, чукчу, грубо говоря. Или там, я не знаю, кто, все уже сколько там, сотни лет, не знаю, все вместе живем. А эти приезжие, там, во Францию, из, там, Африки или откуда. Поэтому новоприбывшие, так же, как и в Германии, откуда там, с войны, которые беженцы, типа. Вот, может, поэтому. Но у нас вот в России такого, в принципе, быть... Ну, фу-фу-фу, зарекаться, конечно, не будем через, там, сто лет или сколько, вон, еще лошадки. Мало ли что может быть. Но в любом случае у нас как-то все не так. У нас такого не бывает. И в ближайшее время, ни то, что сегодня, быть не может. Вот таких погромов на этнической или какой-то почве. Национальной там, я не знаю. Потому что, ну, как-то у нас все более сплоченно, вместе. Вот так. Поэтому у нас тут лучше. Приезжайте, товарищи, французы, к нам. Ну, понятно, за наши деньги не поедете. Ну, привозите свои, раз, нас к себе. Не хотите пускать? Ну, я шучу, конечно. Чтобы мы свои евро-доллары потратили на отпуска. Да, ну, приезжайте вы к нам, у нас все хорошо. Вон, какие лошадки. Ну, конечно, не, как они там, возле Марселя. Тут ее забыл. Лошади более, но она, как бы, крутые и так далее. Но у нас тоже ничего так. Вот как-то так. Продолжение следует...